Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные темы дня. Губернатор только за. Студенческие отряды помогут строить футбольный стадион для чемпионата мира. Региональный этап национальной премии. Телевизионные проекты «Самаргиз» стали призерами конкурса «Серебряный лучник». Урал, Рим и Ежевика. В 2016 году в моде у самарских родителей были экзотические имена. Заплати налоги и спи спокойно. В Самарской области стартовала декларационная кампания. Счастье в стиле экспрессионизм. В Самаре открылась выставка известных самарских художников. Самарские студенты станут участниками главной стройки региона. Помогать будут и в благоустройстве города, и в создании инфраструктуры для стадиона. Об этом говорили на встрече активисты движения студенческих отрядов с губернатором Самарской области. Обсудили и другие проекты. Власти региона активно поддерживают инициативы молодого поколения. В каких направлениях узнала Марина Кравцова. Самарские студенты участвовали в стройке для саммита АТЭС на острове Русский. Возводили спорт-объекты для летней универсиады в Казани и зимней Олимпиады в Сочи. Трудились на площадках космодромов Плесецк и Восточный. Сергей Фроленков, аспирант Самарского университета «Пути и сообщения», уже на первом курсе был участником Олимпийской стройки. В Самарском регионе 72 студенческих отряда, а это почти полторы тысячи человек. И ряды активной молодежи постоянно растут. Не останутся они в стране и от масштабной стройки в Самаре. На встрече с губернатором Николаем Меркушкиным активисты поделились. Мечтают поучаствовать в подготовке города к чемпионату мира по футболу. В этом году объем работ внушительный. И это не только сам стадион, но и инфраструктура, благоустройство площадок вокруг. В феврале будет подготовлен план, как поможет молодежь. Участники стройотрядов не только осваивают новые навыки, но и развивают гражданскую позицию. Работа в отрядах студенческих разных строительных, других, героические отряды. Студенчество – это для конкретно молодого человека. Я считаю, исключительно важная составляющая. Исключительно – это те люди, которые в итоге, как правильно, всегда добиваются успехом в жизни. Прозвучало и предложение поучаствовать студентам в создании «Гагарин-центра». У студенческих отрядов области богатая история. Глава региона также поддержал инициативу учредить почетный знак в честь 60-летия Куйбышевского студотряда. Его будут вручать не только активным представителям молодежи, но и работодателям. А пока лучшие из лучших передовики движения получают из рук губернатора подарки и благодарность за вклад в развитие движения студенческих отрядов. Марина Кравцова, Станислав Ливин. События. Долгожданное новоселье отметили более ста семей в Отрадном. Ключи от новых квартир получили переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Новоселы переехали в полностью готовые для проживания квартиры. Ремонт, сантехника, счетчики и газовая плита. Радость момента разделила с жителями Отрадного Марина Матвейшина. Первым в дом входят мужчины и не с пустыми руками, а это добрый знак. Супруги Герасимова начинают обживать новую квартиру. До этого много лет ждали этого момента. Жили в дряхлом доме, который того гляди рухнет от старости и от вибраций. Дом стоял рядом с оживленной трассой. Вот теперь новый дом. Думаем здесь до старости. Сколько уж Бог нам отведет, проживем здесь. Так как мы живем вдвоем с мужем, у нас трехкомнатная, есть специальная комната для внуков. Можете ее посмотреть тоже. Мы ее готовили специально для внуков. Ключи от нового жилья получили сегодня в Отрадном 104 семьи. В пять квартир заселились дети-сироты. В остальных новоселье отметят переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Эта программа под особым контролем. В целом по Самарской области только за прошлый год три с половиной тысячи человек переехали в комфортное жилье из ветхого и аварийного. Это люди, дома которых были признаны непригодными для проживания до 2012 года. С учетом того, что после 2012 года в Самарской области у нас еще поставлено на учет в реестр более полутора тысяч объектов аварийных для расселения, Николай Иванович вышел с предложением в государственную корпорацию, это фонд содействия развитию ЖКХ, о продлении данных мероприятий по программе, либо разработке новой программы. Кроме того, власти нашли наиболее эффективный механизм передачи жилья в муниципалитеты, заключая контракты с застройщиками. Марина Матвеевична, События. Ивета, Октавия, Ежевика, Урал и Рим – самые экзотические имена, которые родители давали своим детям в 2016 году. Большинство же семей Самарской области отличаются консерватизмом. Мальчиков чаще всего называли Артемами, Александрами и Дмитриями. Девочек – Викториями, Анастасиями и Мариями. Об этом рассказали на расширенном совещании территориальных органов ЗАГС. В целом, рождаемость по итогам года снизилась почти на 2%. В регионе появились на свет больше 40 тысяч малышей, поэтому показателю хорошую динамику показывает только Тольятти. Там рождаемость превысила смертность почти на 13%. Жениться в области стали на 16% реже, и чаще заявления в ЗАГС подают в электронном виде. В этом году перед ЗАГСами стоит большая задача. Они примут участие в создании единого государственного реестра записи актов гражданского состояния, на базе которого к 2020 году создадут единый реестр населения. Если сегодня каждый субъект располагает только своим ресурсом тех документов, которые находятся в органах ЗАГС, то теперь это будет все уже объединено в рамках Российской Федерации. Безусловно, это позволит оптимизировать услуги по предоставлению гражданам. Услуг по регистрации актов гражданского состояния уменьшит время и истребование различных документов для получения услуг. Проект телеканала «Самаргиз» под знаменем дружбы, посвященный 140-летию российско-болгарской дружбы и 50-летию улицы Старозагора, победил в региональном этапе национальной премии «Серебряный лучник» в номинации «Лучший проект в области межнациональных коммуникаций». Премию в сфере развития общественных связей в Самаре вручают уже в седьмой раз. В этом году, как отмечает жюри, возросло количество участников. На конкурс прислали 43 проекта. Серьезно выросло и качество работ. Что нужно, чтобы объединить людей словом и делом, узнала Марина Кравцова. Уникальный проект об истории и о людях, о дружбе и сотрудничестве, которое длится 140 лет. Два документальных фильма, телевикторина, программы в формате кулинарного шоу «Болгарский перец», интервью с историками, краеведами, строителями улицы Старозагора, ежедневные рубрики в программе «События» и прямая трансляция городского праздника «День Самарского знамени». Огромная работа коллектива телеканала «Самара ГИС» объединилась в многокомпонентном проекте под знаменем дружбы. Программы создавались вместе с болгарской стороной. Из Болгарии присылали видеоматериалы, коллеги делились актуальной информацией. А после программы и фильмы «Самара ГИС» показали на болгарском телевидении. Проект был назван лучшим в области международных коммуникаций на региональном этапе национальной премии «Серебряный лучник». В этом году было очень много проектов, 43 проекта и очень хорошего качества. Что очень важно, фактически эти проекты делаются не для профессионального сообщества, а для людей, а для людей. Поэтому, собственно говоря, каждый житель нашей губернии так или иначе в этом проекте поучаствует. Это вот очень важно. В номинации «Открытый диалог» жюри отметила проект администрации «Самары», также посвященный русско-болгарской дружбе. Он тоже вошел в шот-лист работ, рекомендованных для участия в федеральном этапе премии. Специального приза в номинации «Открытое сердце» удостоилась еще одна программа нашего телеканала «Право на маму». Впечатляют результаты. Из 200 детей-сирот, которые были героями программы, 130 обрели новые семьи. Программа уже становилась победителем премии «Серебряный лучник». Проект «Право на маму» телекомпании «ГИС» вошел в книгу. Седьмой том 50 лучших проектов. Книга распространяется по всей стране. По ней учатся студенты. Так что новое поколение специалистов вырастет на наших проектах. Премия представляет лучшие работы в области коммуникации и благотворительности. В этом году в конкурсе было много социально значимых проектов, таких как «Театральный маршрут» и «Донорство в тренде. Станции переливания крови». Тематика работ оказалась самой обширной. От проектов про космос до приюта для бездомных животных. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Ровные новые дороги повышают аварийность. Парадоксальную статистику озвучил начальник управления ГИБДД по Самарской области Игорь Антонов. Причина проста. На хорошей дороге водители чаще превышают разрешенную скорость. Хотя бороться с этим удается. В том числе за счет установки комплексов видеофиксации и ужесточения контроля. Сейчас в регионе 83 стационарных и больше 230 передвижных камер. В 2017 планируют установить еще 16 на железнодорожных переездах, 73 на перекрестках и 50 на дорогах. В общем же аварийность продолжает снижаться. В 2016 произошло около 3800 ДТП. Почти на 32% меньше, чем годом ранее. Почти на 7% в происшествии стали меньше попадать автобусы. Снизилось количество наездов на пешеходов, однако растет число аварий с участием пьяных водителей. Помогают выявлять их и жители города участники движения «Ночной патруль». Продолжает снижаться удельный вес ДТП совершенных по вине молодых водителей практически на 15% по сравнению к прошлому году. Если мы учитываем, что в предыдущие два года тоже было заметное снижение, это весьма отрадный факт и говорит о том, что качество обучения и качество контроля курсантов несколько улучшилось. 26 января таможенники всей планеты отмечают свой профессиональный праздник. К этой дате Самарская таможня подходит с отличными результатами. Областная служба перешла на 100% оформление декларации в электронном виде. Новые технологии позволяют оформить товар на таможне, находясь в любой стране мира. Также в 2016 году таможенники 63 региона включились в проект Куйбышевской железной дороги по новому виду логистики, позволяющей доставлять грузы из Китая, Японии и Кореи в центр Поволжья за 8,5 суток. Это в 20 раз быстрее, чем раньше. Говоря о международном сотрудничестве, стоит отметить значительный вклад Самарской службы в контроле перемещения транзитных товаров, следующих из стран Евросоюза в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан по территории России. В рамках своей компетенции здесь мы вносим свой посильный вклад в рамках контроля за перемещением транзитных товаров. Хочу поздравить коллег, ветеранов таможенной службы с праздником. Пожелать всем успехов в работе, всего самого наилучшего. В Самарской области стартовала декларационная кампания 2017. Горожане, которые удачно продали в прошлом году машину, квартиру, дом, землю или доли в них, обязаны предоставить в налоговую службу декларацию по форме 3НДФЛ не позднее 2 мая. Обязательному декларированию подлежат доходы от сдачи имущества в аренду при получении подарков и выигрышей. Предоставить декларацию обязаны предприниматели, нотариусы и адвокаты. В этот же период налоговики принимают документы на предоставление имущественных и социальных вычетов, в частности при покупке недвижимости, лечении и обучении себя и детей. Оплатить налог, подлежащий к уплате на основании представленной декларации, необходимо не позднее 15 июля 2017 года. Физические лица, не своевременно представившие декларацию, у которых есть такая обязанность, привлекаются к налоговой ответственности, на которых накладывается штраф в размере не менее 1000 рублей за непредставленную декларацию. В Самаре строят новый ледовый спортивный комплекс «ГОС». Экспертиза России уже согласовала проект. На сколько мест будет рассчитан объект и какие соревнования в нем смогут проводить, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть сегодня немного подорожала. За один баррель черного золота дают 55 долларов 50 центов. Доллар стоит 59 рублей 14 копеек, евро 63 рубля 42 копейки. Золото стоит 2288 рублей, серебро 32 рубля 53 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 60 рублей, дороже всего продать за 59 рублей. В России продлен запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции еще на 60 дней. Роскачество в этом году проверит сыры, йогурты и другую молочную продукцию. А в Самаре построят новый ледовый спортивный комплекс. Общая площадь объекта почти 75 тысяч квадратных метров, а вместимость 10 тысяч мест. На площадке с искусственным льдом будут проходить соревнования по хоккею, керлингу и фигурному катанию. А рядом со стадионом Самара-арена планируют построить частный многопрофильный медицинский центр. Проект реализуют, если найдут инвестора. На этом все. Удачи в делах! Далее коротко о других событиях дня. В Самаре срочная медпомощь понадобилась двум маленьким детям, предположительно избитым дома. ЧП сообщает портал Волга Ньюс со ссылкой на оперативные структуры. Произошло днем в среду 25 января в одной из квартир дома на улице Ташкентской. Два брата, одному из которых 4 года, другому 1 год, предположительно проживают вместе с мамой и ее сожителем. Около двух часов дня женщина вышла в магазин, а отчим остался с детьми. Вернувшись примерно через 20 минут, она обнаружила у своих детей следы побоев и вызвала скорую. Кто и при каких обстоятельствах нанес травмы малышам, выясняет следствие. На железнодорожных путях в Самаре тепловоз протаранил 12-ю. По предварительной информации, вазовская легковушка переезжала рельсы в районе перекрестка проспекта Кирова и улицы Ветлянской. Тепловоз протащил машину по рельсам некоторое расстояние. В салоне автомобиля находился только водитель, он не пострадал. У автомобиля поврежден кузов с правой стороны и выбит из стекла. В Самарской области курильщиков-нарушителей оштрафовали на 4 миллиона рублей. За минувший год сотрудники полиции поймали более 10 тысяч нарушителей антитабачного закона. Они курили на территориях, предназначенных для оказания образовательных и медицинских услуг, в помещениях общего пользования многоквартирных домов, на детских площадках. Штраф составляет от 500 до 1000 рублей. Наказание за курение на детской площадке строже. Нарушителям грозит штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Прокуратура и сотрудники Следственного комитета ведут проверку по факту падения снега на коляску с ребенком. Шестимесячный ребенок поступил в больницу с диагнозом «ушиб мягких тканей головы». Установлено, в доме номер 99 по улице Победы не производится своевременная очистка общедомового имущества от снега и наледи. В связи с этим в адрес директора управляющей компании «Газэнергомонтаж» внесено представление об устранении нарушений законодательства. В следственном ведомстве уточнили, что назначено судебно-медицинское исследование. Выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Самаре заметно похолодало, и синоптики не могут сказать на этот счет ничего оптимистичного, предсказывая дальнейшее понижение температуры. Уже сегодня столбик термометра может сползти до отметки минус 18. Одно радует – метеорологи обещают практически полное отсутствие ветра. Барды сверят песни. В Самаре готовятся к проведению традиционного зимнего Грушинского фестиваля. Как всегда, гости ожидают насыщенная программа и общение. Не обойдется и без сюрпризов. Праздник авторской музыки приобретает экспериментальный характер. Сергей Ромашов узнал подробности фестивальной программы. Сверим наши песни. Таков народный девиз зимнего фестиваля имени Валерия Грушина. Впервые барды собрались холодным февралем в 78-м году. Эта добрая традиция осталась неизменной. В следующем месяце больше четырех тысяч любителей авторской музыки вновь сыграют вместе под одной крышей. Сначала в областной библиотеке, потом в филармонии. Организовывать праздник помогают власти города и области. Я искренне благодарен губернатору, который настолько как-то бережно, тепло относится к этому празднику. Как он туда приезжает, не просто как там высокопоставленный человек. Мэр Самары Олег Борисович Фурсов. Вот о чем его не попросишь в фестивале, он очень внимательный ко всем нашим просьбам. Программа фестиваля постоянно меняется. В прошлом году зрители увидели большой поэтический концерт и даже спектакли. Теперь гостей ожидает и вовсе экспериментальное представление, секреты которого пока не раскрывают. Готовится даже детская программа. Праздник приобретает мультижанровый формат, но в своей основе остается добрым и светлым. Очень хорошо в этом году подобраны люди неожиданные. То есть Алексей Ивашенко и Тимур Шавов. Это два разные мира. Интересно, как эти две вселенные будут пересекаться и вместе существовать. То же самое и наш концерт на троих. Я не понимаю, каким он будет. Фестиваль пройдет в Самаре 17 по 19 февраля. В этом году в программе четыре концерта и творческая встреча. Барды сверят песни, чтобы снова собраться вместе уже летом. Сергей Ромашов, Сергей Баскин. События. Счастье в стиле экспрессионизм. В Самаре открылась выставка известной супружеской пары художников Николая Лакушука и Полины Горецкой. Их работы отличают яркость, жизнелюбие и неповторимый авторский колорит. На открытии экспозиции побывал Олег Зверев. Счастье в итальянском стиле. Любимая картина Полины Горецкой называется «Феличета». Дама на рассвете и конь мятного цвета. По признанию художника, образ навеян впечатлениями от фильма Федерико Феллини «Тольче Вита. Сладкая жизнь». Вообще, жизнелюбие и обилие цвета, свойственное экспрессионистам, характерная особенность всех ее работ. Будь то портрет, натюрморт или очень женственный образ весеннего равноденствия. Но, по мнению самой Полины Горецкой, для каждого художника важно выработать свой авторский стиль. На самом деле, постмодернизм – это общее такое название. Там было экспрессионизм, и чего только не было. Мне очень близки экспрессионисты. Мне нравится этот вот цвет активный такой. А вообще, мне нравится, когда у человека есть свой собственный стиль, который не подпадает в чистом виде никуда, ни под какое определение. Ну, просто вот так вот. Техника импаста, широкого рельефного мазка, особенность картин супружеской четы самарских художников Николая Лукашука и Полины Горецкой. Выставка мастеров открылась в галерее «Вавилон». В их творчестве много общего, но они разные. Опытный искусствовед никогда не спутает бурлескную женственность картин Полины и деликатный сдержанный стиль Николая, такой, как этот пейзаж на пленере, написанный в Сергиевском районе. Сразу определился, что мне, когда я начал сниматься, что мне нужны широкие кисти, лохматые. Я их специально даже как-то там маленько ножницами подрезаю, потому что даже такими кистьями у меня получается очень реально, очень все как в натуре. Выставка собраний работ художников продлится до 25 февраля. Олег Зверев, Василий Кладашов. События. 13 открытий в музее Модерна. В особняке Курлиной ждут гостей на выставку одного экспоната. Предметы будут выставлять по очереди, менять экспозицию раз в месяц. В этом году посетителям музея предлагают познакомиться с темой женских аксессуаров и характеров. Алина Чемерис увидела выставку одной из первых. Интерьеры предмета купеческого быта с основной экспозицией музея Модерна знакомы многие самарцы. Но то, что спрятано в фондах, показывать начали только в прошлом году. Проект называется «13 открытий». Предметы показывают по одному. Это выставка одного экспоната. На этот раз тема – роли женщины в обществе и все, что связано с прекрасным полом. И начинается все с женских образов. За прозрачной витриной фигурка женщины в главной ее роли – матери с ребенком на руках. Прямо за ней – пушкинские ткачиха, повариха и баба-бабариха, которые олицетворяют женские пороки. Это первая экспозиция на выставке одного экспоната. Дальше тема будет раскрываться с самых неожиданных сторон. Будут аксессуары и какие-то предметы, связанные с чисто женскими занятиями. Допустим, там, утюги, какая-то вышивка. Скорее всего, это будут какие-то пудреницы и все, что связано с украшением женщины. Плюс еще, возможно, посмотрим на природу. То есть именно женское в природе. Не только у человека, но и у животных. Какой экспонат будет следующим, пока секрет, говорят организаторы. Экспозиция проекта «13 открытий» сменится в феврале. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Два тольяттинских клуба порадовали своих болельщиков победами, а самарские крылья советов потерпели неудачу на трансферном рынке. Подробнее расскажет Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжат эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. В эфире самарские новости спорта. Павел Яковлев в крылья советов не вернется. Тольяттинские гонболистки погасили звезду. Хоккеисты «Лады» подрезали крылья омским ястребом. Хоккейная «Лада» на своем льду обыграла одного из лидеров КХЛ, омский «Авангард». Начали матч соперники довольно осторожно, и в первой половине стартового периода вратари лишь несколько раз вступили в игру. В середине периода хозяева вышли вперед. Во втором игровом отрезке команды сначала обменялись результативными уколами, а под самый занавес автозаводчане реализовали большинство. Гости в третьем периоде много атаковали, хозяева умело защищались, проводя контратаки. За две с небольшим минуты до окончания третьего периода амичи заменили голкиперы шестым полевым игроком, но уйти от поражения не смогли. Победа 3-1 прервала четырехматчевую проигрышную серию «Лады», которая занимает 12-е место в конференции «Восток». До восьмой строчки, дающей право играть в плей-офф, тольяттинцам не хватает 13 очков. Тольяттинские гандболистки продолжают громить соперниц в чемпионате России. Очередной жертвой «Лады» стала «Звезда» из Звенигорода. В первой половине команды шли вровень, но ближе к перерыву «Лада» сделала рывок в счете. Гандболистки «Звезды» предприняли попытку догнать соперниц, но сил хватило только до середины второй половины. И в концовке шансов зацепиться за последнюю «Соломинку» «Лада» не дала – 33-25. Теперь серия побед в чемпионате России у «Волжанок» насчитывает 9 игр. В турнирной таблице «Тольяттинки» располагаются на третьем месте. Самарские крылья советов не смогли приобрести 25-летнего полузащитника «Анжи» Павла Яковлева из-за ограничений FIFA. Регламент международной организации запрещает игроку в течение сезона дважды менять клубную прописку. А «Анжи» Яковлев перешел в конце августа 2016 года, успев провести серию матчей ФНЛ за «Спартак-2». Павел теперь снова станет игроком дагестанской команды. Сейчас крылья советов на втором тренировочном сборе в турецком городе Белик. Главный тренер клуба Вадим Скрипченко взял на сбор 22 футболиста. Самарцы пробудут в Турции до 7 февраля. За это время команда проведет 4 контрольных игры. 29 января крылья сыграют со «Шпортом» из Словакии. 2 февраля соперником самарцев станет «Железничер» из Боснии и Герцеговины. А 6 февраля у клуба будет сразу 2 контрольных игры. Утром крылья встретятся с армянским Алашкертом, а вечером с молдавским шерифом. Это все новости спорта к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова